Вот такая вот сейчас у меня фигура живота, живот большой. Вот так вот сейчас я, ребята, выгляжу, вес 70 килограмм. Смотрите, ребят, я нарезал, как он внутри выглядит, шикарно, как он, да, от хлеба он на вид ничем не отличается. Вот, и вот такой вот получается завтрак. Ребята, всем привет, в этом видео я хочу показать свой завтрак, как я питался, чтобы похудеть на 38 килограмм за 4 месяца. На завтрак я в основном ел суп, но когда у меня нет супа и очень мало времени, за 10 минут я готовлю полезный, вкусный, сытный завтрак. Что для этого мне потребуется? Еще сделаю хлеб. В общем, для хлеба из клетчатки буду делать в микроволновке, но я запекаю обычно в духовке. Вот, сейчас я буду делать за 5 минут хлеб, пока будет хлеб делаться в микроволновке, я еще приготовлю на сковороде себе завтрак. В общем, что мне потребуется? 40 грамм клетчатки, 100 грамм кефира, жирность у меня 2,5, одно куриное яйцо, форма для запекания, какие-либо специи, кому нравятся, да, добавить в хлеб. Я сверху еще посыплю семена чия и щепотка соды. Вот так вот выглядит клетчатка. Клетчатку можно использовать абсолютно разную. Я экспериментирую, брал разную клетчатку и также готовлю, делаю хлеб. Клетчатка очень полезна для нашего организма, она помогает также похудеть, она набухает у нас в желудке. Вот, благодаря этому мы быстрее насыщаемся и еще долго можем находиться сытыми, потому что организм ее довольно-таки долго переваривает. Благодаря такому хлебу мы чувствуем себя довольно-таки долго сытыми. Также клетчатка защищает и предотвращает от образования камней в желчном пузыре, тоже, что немаловажно, да. Худеть нужно тоже правильно, грамотно, чтобы не навредить себе. Также она понижает вредный холестерин, вот, и помогает еще бороться с сахаром, да, не дает такие резкие скачки. Преимущества, конечно, у клетчатки очень-очень большие, вот, нельзя их, конечно, недооценивать. Далее мы берем наш кефир, 100 грамм, выливаем. Также клетчатка способствует восстановлению желудочно-кишечного тракта. Здоровый организм лучше усваивает пищу, восстанавливается обмен веществ и тем самым помогает нам худеть. Вот, так что, как мы вес набрали, питались мы неправильно, его нужно все-таки восстановить. Вот такая вот польза клетчатки, думаю, польза очевидна. Теперь разбиваем мы одно куриное яйцо и приводит к нормализации обменных веществ и вследствие похудения. В общем, сейчас мы добавляем небольшую прям щепотку соды, прям немножечко, и перемешиваем. Как будет в микроновке делаться наш хлеб, и я успею приготовить на сковороде себе завтрак. На все про все уйдет 10 минут. Довольно-таки быстрый и здоровый завтрак с хлебом, да, кто не может от хлеба отказаться, вот, пожалуйста. Также можно добавить какие-либо специи по вкусу. Я люблю острое. Я добавлю красный перец. Это вот такой вот получается классический хлеб, но также можно его и модернизировать, добавить туда какие-либо орешки. Я сейчас еще добавлю в наше тесто один грецкий орех, но можно не добавлять. Взял я один грецкий орех, мелко его размолю и добавлю все в тесто и перемешаю. Все, добавляем. При похудении завтрак очень-очень важный. Я считаю, завтрак пропускать нельзя, потому что у нас запускаются все механизмы организма. Нужно его подпитать, немного углеводов, белка, жира обязательно, вот, чтобы их желать, чтобы у нас весь-весь организм заработал. В общем, все это мы тщательно перемешиваем, и нужна нам какая-либо будет форма. Смазываю ее форму оливковым маслом и буду сейчас всю нашу начинку сюда отправлять и в микроволновку на полную мощность, на 5 минут. Таким же хлебом можно готовить и бургеры, туда котлеты сделать, тоже есть у меня рецепт, видео, получается очень-очень вкусно, полезно для нашего организма. Теперь беру семена чая, посыпаю сверху. Можно тоже взять какие-либо другие орешки, семечки, можно ничего и не добавлять. И как будет готов, потом можно будет намазать маслом все, что мы как привыкли, сыр положить, получается вот такой вот на завтрак бутерброд. Сыры мы используем твердых сортов и масло, хотя бы 82,5% жирности, пожирнее. Все, вот что у меня получилось, отправляю я в микроволновку. Для завтрака мне потребуется одно куриное яйцо, зелень по вкусу, один помидор, мясо, тоже не важно какое мясо, я буду использовать, у меня есть котлета. Я без добавления муки, хлеба делаю, лук и добавляю еще капусту в котлету. Весит она у меня 70 грамм, я взвешил специально. Я буду все жарить на сковороде и буду жарить на топленом масле. Подсолнечное масло я не использую для жарки. Также на завтрак берем 2 столовые ложки какой-либо крупы, кроме манки, кроме риса и кукурузной крупы. Можно брать абсолютно любую, 2 столовые ложки на завтрак. Так, приступаем мы к завтраку. Беру я помидор, нарезаем их колясками, будем обжаривать. Сначала я обжарю помидоры, сверху разобью одно куриное яйцо и сверху потом присыплю луком. Буду я использовать крупу полтавку, 2 столовые ложки и также салат, немного салата. В салате я использую капуста, огурцы, сладкий перец. Так, топим мы масло. Так, все, обжариваем мы помидор. Все, томаты я перевернул, сейчас буду разбивать одно яйцо наверх. Все, разбил яйцо и сейчас зелень присыплю сверху. Смотрите, какие получаются цвета, красный, желтый, зеленый, белый и сейчас закрою крышку. В общем, 5 минут прошло, хлеб у нас поднялся, сейчас немного остынет и я вытащу, покажу, разрежу ее также. Все, яичница с помидорами готова, добавляем крупу, у меня полтавка, можем добавить, допустим, гречку, 2 столовые ложки. Потом берем нашу котлету и немного салатика. Салат у меня тут капуста, огурец и перец сладкий. Вот так-то получается, все. Смотрите, ребят, какой получился потрясающий хлебушек, он еще горячий, очень красивый и запах приятный. Как будто где-то в хлебопекарне нахожусь. Я сейчас вычитал, сколько обходится приготовить такой полезный хлеб. В общем, я использовал 40 грамм клетчатки, это стоит 92 тенге, одно яйцо 60 тенге и кефир тут 100 грамм, 83 тенге. Общая сумма 235 тенге, либо 47 рублей. Я думаю, цена очень даже отличная, тем более для здоровья это очень полезно и от такого хлеба не поправишься, ешь сколько хочешь. Вот такой вот получился полноценный и полезный завтрак. Все, позавтракал углеводы, белки, мясо, жиры, клетчатка, салат и хлеб тоже из клетчатки. Кто не может от хлеба отказаться, пожалуйста, это лучший рецепт при похудении. Нарезаем. Отлично получается, вкусный, полезный, настоящий хлеб. Смотрите, взял я середочку. Ну тут с грецкими орехами, это я просто так решил для себя сделать. Можно без него, я без грецкого ореха делал. Такого получается хлеб. Вот он настоящий завтрак, ребят. Кто худеет, берите на заметку, кто суп по утрам не ест. Пожалуйста, можно готовить вот такое вот блюдо. Смотрите, ребят, я нарезал, как он внутри выглядит шикарно. Как он, да, от хлеба он на вид ничем не отличается. Вот. И вот такой вот получается завтрак. Крупа, котлетка 70 грамм, одно яйцо и клетчатка. То есть балансированное питание с утра обязательно. Все, ребят, сейчас я вам покажу, что я беру с собой на работу. У меня также салат, капуста, огурец, сладкий перец. Беру я вот такой вот бокс. Это когда я покупаю замороженную фасоль, горох замороженный. Я эти боксы оставляю и потом их берут на работу. Также очень удобно их брать куда-то либо в поездку, в командировку, в поезд, в путешествие. Вот, накладываю я салат. Тут грамм тоже немного, я не взвешиваю. И тоже у меня будет одна котлета. Берем мы одну котлету, погружаем в наш бокс. Все. Котлеты тоже все по-разному. Ну, где-то 80 грамм, 70, вот сейчас завтра у меня 70 грамм я взвешивал. Все, в общем, обед у меня готов на работу. Я с собой беру вот такой вот бокс, салат, котлеты, углеводы уже мы исключаем, кто хочет похудеть. Убираем мы с обеда. Сегодня 28 мая, осталось 4 дня до лета. Вот, всем похудеет, ребят. Я желаю вам удачи. Вот, все получится. Вижу я результаты, пишите хорошие. Вот, меня это очень радует. Ну, все, ребят, давайте. Всем добра, всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok